ребята и снова всем привет сегодня я вам хочу рассказать немножко про свой внедорожник про историю покупки а вообще честно говоря я хотел купить него но с тем чем я столкнулся я понял что него мне не нужно абсолютно единственная возможно ее когда-нибудь куплю специально для видосов потому что эта тема относительно людям интересная обо всем по порядку погнали у автомобиля него есть свои сторонники также у нее хватает и хейтеров и противников лично от себя хочу сказать что чтобы понимать то что тебе подходит всегда нужно сравнить и если эти ребята которые ездят на него крича что него это лучший автомобиль спросите у них на чем они ездили еще чем им есть сравнить возьмите простой пример подойдите к любому бывшему не во воду и спроси про него что он тебе скажу так что он если сравнил ее с чем-то то он тебе никогда в жизни про него положительное ничего не расскажет он скажет что сыпется подшипники раздатки постоянная вибрация то все пятое-десятое возьмите просто зайдите в youtube и напишите как устранить вибрацию на ними миллионные просмотры эти видео набирают а спонсором сегодняшнего видео будет red shadow legends я знаю что все уже слышали про эту игру и знает что там безумное количество героев но также там и безумное количество боссов сегодня вам покажу одного из них стража цитадели маленькая ковара главный трюк в борьбе с маленьком справиться со всем ядом и у него есть способность которая наносит максимальный урон за один раз вам понадобятся бафы защиты и лечения чтобы противодействовать урон если вы сумеете снять дебаф из этого босса у вас все получится в его распоряжении не так много других скиллов а в конце месяца у рейд абсолютно забитое расписание на хэллоуин будут большие награды турниры с другими игроками специальные события с частицами чтобы получить новых героев в том числе одного жуткого героя хэллоуина и много других героев друзья каждый переход по ссылке помогать развивать мой канал помогите мне собрать 130 инсталлов переходи в описании под видео или сканируя qr-код качай рейд только по моим ссылкам и в качестве нового игрока получай бонусы один древний осколок 200 тысяч серебра бустер опыта колбы пополнения энергии а также крутого эпического героя чануру в качестве бонуса бонусы доступны только 30 дней удачи и жду тебя в рейд но теперь я вам расскажу свою историю почему я делаю такие выводы значит у меня был hyundai galoper потом также у меня был hyundai таракан и честно я вам скажу что эти машинки мне понравились но в принципе я на них заработал я их восстановил есть видео по их ремонту я ссылочки оставлю в описании либо здесь сверху на эти автомобили и так поездивши на них у меня в голове сформировалась какое-то общее понятие внедорожном автомобиле и общее ощущение которое они должны давать и честно я вам скажу что hyundai таракан он стоит недорого отдает максимально комфортное ощущение то есть я ездил и на других автомобилях но таракан честно мне очень понравился так вот продав их я думаю дай куплю себе что-нибудь для бездорожья чтобы вообще было не жалко чтобы вообще было настолько не жалко что можно было по крышу его окунуть в грязь и тебе пофигу давай искать начал искать там всяких поджериков дорого в итоге я спустился до не вы думаю давай смотреть у нас беларуси их не так то много как например в россии нормальных состояний еще меньше давай искать самых низов первую машинку которая посмотрел стоила 900 долларов кузов у нее был еще так себе если на ней ехать я вам скажу так и в принципе это было у всех них на которых я смотрел мост коробка раздатка блокировка все это гудит и между собой так вибрирует что ты прям не знаешь что тебе делать расстояние от места осмотра до моего дома составляла не меньше 100 150 километров и получается что доехать ты в принципе не можешь эвакуатор бессмысленно брать на шворки тянуть ну тоже дело такое непонятное в итоге я пересмотрел эту машинку за 900 долларов потом я смотрел машинку там за полторы тысячи потом я в итоге думаю дай-ка что-нибудь посмотрю инжектор на и ну понятное дело машина уже более продвинутая там по моему 12 год у него кузов был у нее лонжероны надо менять пороги надо менять арки надо варить крылья надо менять рамку лобового стекла надо переваривать и в итоге а цена у него была две с половиной тысячи долларов это на секундочку где-то 210 220 тысяч россии и я у себя спрашиваю а за что такие деньги я если покупаю машину так как я можно сказать перекуп который часто покупает автомобили часто их продает я всегда все взвешиваю и вот когда я начал взвешивать ниву так колеса двигатель это все вибрирует это все стучит кузов с документами ну я насчитал только кузов с документами стоил 150 максимум 300 долларов все больше там нечему стоит если взять вот эту машину если мы сейчас разберем его на составляющие то здесь выйдет не меньше полторы тысячи себестоимости это автомобиля такой как колеса багажник двигатель там мост и так далее и тому подобное понимаете и документы причем у этой машинки и сузу трупер я его зову нежно трипер еще даже номер кузова читается машина 82 года в итоге я посмотрел более десятка нив и вы понимаете вот те люди которые продают эти нивы они такие вот такое ощущение что в них в руках не него а bitcoin который со временем только дорожает как по мне то я тот человек который что-то понимает в автомобилях и понимает во всяком случае ценность автомобиля примеру если я что-то беру за 500 долларов я могу сказать что эта машина стоит 500 долларов него же на ходу самая дешевая там стоило 1900 долларов дешевле просто не было но я вам скажу так ребята что цена этому автомобилю была цена разборки потому что туда нужно было еще вкинуть 500 долларов минимум чтобы она хотя бы хоть как-то на ходу было и при этом она уже становится полторы тысячи долларов хотя когда я купил эту машину я за нее отдал две тысячи долларов при этом колеса только только колеса на ней вот прям я сейчас сниму их и продам стоит минимум 500 долларов понимаете а когда на нивах на этих было не абсолютно ничего и что самый интересный феномен конкретно с нивами там спасатами бы третьими вот человек непонимающий приходит к этой тачке смотрит на нее ой да я же все это и сам зараблю это что стоит сущие копейки вот это я тоже сделаю а потом когда ты начинаешь считать все вот это вот делать там выходит такая сумма что в принципе сразу можно было за эти бабки пойти купить нормальный японский внедорожник и ездить и и горе не знать понимаете допустим взять ту же самую бмв я сейчас продаю у нее цена вопроса она полностью восстановлена переварена там я теорию езди вообще проблем не знает у нее цена вопроса 50 долларов сейчас поменять голову на насосе и откорректировать топливо все мне просто нету времени этим заниматься да и мне бог вообще как бы по барабану на это я на ней пока езжу так но за счет того что человек знает что эта машина сложная он ни черта не понимает в этом он приходит берется за голову открещивается и говорит все мне эта машина не нужна но когда он знает что машина такая как него посад бы 3 все стоит копейки на нем он да я все сделаю сам а в итоге там потом такие стоимости выходят что голова же не трясется они вы люди покупают только потому что их много их покупал их не отец покупал брат сват все на них ездят доступность запчастей все это якобы ремонтируется прям в поле но я вам так ребят скажу что него не развивается сам сам завод не развивается только потому что есть такие люди которые ездят и эксплуатируют на не вы объясняю так как я маляр и так как любой маляр и так как любой человек который работает на себя он знает пока клиент не придет и твою голову не засунет в говно и не скажет что эта работа сделано плохо ни один человек никогда не будет улучшать свою работу и то же самое с этой нивой если есть те люди которые покупают это говнище они поддерживают производителя они платят ему за это деньги ничего ему не предъявляя те люди которые ездят на нивах они покупают запчасти тем самым поддерживая производителя и если как говорится вот есть такое выражение если ты ходишь в зоопарк и смотришь на этих зверушек понятно мало кому нравится что зверей держат в клетках так вот том то что зверей держат в клетках виноват не тот кто держит этого зверя в клетке и показывает людям а тот кто на это смотрит и если все люди смотрят на этих зверей то в первую очередь виноваты они что звери сидят в клетках такой же эффект и с него если производитель делает шляпу и никто не возмущается а наоборот поддерживает эту шляпу то он в этом и виноват я даже более того уверен если него та которая есть сейчас производитель захочет ее сменить на какой-то другой дизайн то найдутся те сторонники которые будут этому препятствовать почему потому что развитие как таковое она дается сильным людям потому что развитие это работа и как только него начнет обновляться у людей в головах начнет срабатывать что что это же сейчас будет новый новый мост это сейчас будет новая коробка новая раздатка это мне опять это нужно изучать в этом не нужно опять скопаться как-то потому что все сейчас якобы уже знают как все это устроено им это все нормально их это все устраивает но я вам так скажу ребят если вы не развиваетесь то это плохо отсюда и появляется кризис среднего возраста там 30 лет 40 лет 50 лет и ваш бизнес если у вас есть бизнес и он вам надоедает это не потому что плохой бизнес это того что вы перестаете развиваться я единственное хотел бы пожелать каждому находить в себе сил на развитие потому что это определенная работа и это вам дает смысл жизни вот я когда я говорю что него это плохая тачка это неоднозначно что она плохая но за те деньги которые за нее просят у нас белоруссии можно найти вариантов очень большое количество и на мой взгляд когда за него просят просят 3000 долларов какая бы она ни была она не стоит этих денег единственное конечно если там конечно уже заряжена на хороших колесах где действительно что-то стоит денег там багажник там кенгурятники накладки на пороге и да да ну как по мне обычная стоковая нива какого бы года она ни была она не стоит даже 3000 долларов почему да потому что за 3000 долларов уже можно найти что-то да где-то нужно немножко подварить но в целом найти можно если искать а сейчас приступим к тому что я вам расскажу что-то про свою каракатицу значит данный аппарат оснащен двигателем двухлитровым но это уже не двигатель который стоял здесь по заводу а его поставил уже некий кулибин это двухлитровый восьмиклапанный апелевский двигатель девяносто четвертого года по расходу примерно у него что-то выходит в районе 10 литров и в этом двигателе нету встречи автомобиль также оснащен гидроусилителем что на ниве это очень большая редкость вот та тачка которая смотрел за две с половиной тысячи долларов у нее двигатель работал нестабильно у нее был инжектор что-то там хрустела но единственное что там было хорошо у нее хорошо работал гидроусилитель а остальное было полная задница пошли дальше только сидение на этом автомобиле если так разобраться если я их буду покупать где-то они будут стоить не меньше 200 долларов потому что я как-то относительно недавно покупал в свою машину гораздо хуже сидения гораздо хуже сидения были по качеству без электрических регулировок и они стоили 150 баксов эти будут стоить минимум 200 если не верите посмотрите cadillac escalade сколько они стоят по моему это с него точно cadillac но не точно уверен что с escalade все максимально топорно здесь нет ничего и я сюда поставил дополнительный свет это противотуманки об этом видео есть я оставлю ссылку верхнем углу также я поставил еще наверх люстру тоже с этих противотуманок что касаемо этой люстры можно было купить люстру хорошую она стоит минимум 100 долларов самая такая дешманская эти фонари один стоит в районе 7 баксов 7 на 5 35 долларов и эти фонари ходят долго если прикрыть доступ влаги они сделаны относительно некачественно потому что здесь у них есть стык этот стык я просто закрыл изолентой вот по периметру я просто прошел изолентой и вопрос ушел ничего не запотевает ничего не протекает дверные карты были ушатанные я просто взял самую дешевую фанеру пятерку покрасил ее пропиткой там специальной морилкой после чего прикрутил снутри все это я прошу но но честно говоря я не сильно уверен что шумка дала хороший результат был у меня галопер когда я его купил у него не стояла подкрылков я когда его гнал он был настолько шумный что просто вот невозможно было музыку слушать потом я поставил обычные подкрылки и я удивился тому что такое ощущение что в салоне стало процентов на 50 тише определенно я каждому рекомендую неважно у тебя машина внедорожник у тебя любая машина подкрылки должны стоять потому что они мало того шум подавляют во вторых они еще и продал продлевают срок службы твоих арок потому что туда ничего не закидывать туда там ничего не застреет и все это долго живет ту ниву которую я смотрел за тысячу долларов чтобы вы понимали ее состояние ковролина не было когда я сел на сидение и и то такое ощущение что сидение были не прикручены но как оказалось потом просто они настолько были расхлябаны что я не знаю что с этим нужно было делать и просто вы поймите что те сидения которые были там их нужно было тоже менять ковролин туда тоже нужно было покупать с магнитолой вопросы тоже были ее не было я никогда не понимал тех людей неважно за 500 долларов ты машину продаешь за сколько магнитола ничего не стоит вот вы живете нищие из-за того что вы ведете себя как нищие поймите чтобы что-то иметь сначала нужно что-то отдать если ты человеку даже не можешь магнитолу отдать то как ты хочешь вообще разбогатеть как ты хочешь чтобы твоей жизни появились деньги если ты все всегда от всего забираешь бардачок по моему даже в уазике такой если я не ошибаюсь но единственно что здесь он хотя бы мягкий пластик открываешь иди сюда о чем говорит сразу что эта машина внедорожная загляни сюда глубже видите есть даже сливы для воды эта тачка настолько глубоко может заехать что у нее даже находится сливы не сливы которые едят вода сливы три датчика датчик температуры датчик топлива и датчик охлаждающей системы все здесь в принципе больше нет ничего что можно рассказать идем багажник вот чем не может похвастаться него это тем что у нее для запаски есть нормальное место в этой тачке понятное дело есть но единственное что мне не очень нравится то что здесь распашные ворота потому что в неве очень хорошо что ворота эти не распашные а ты можешь сесть назад и кое-как скрыться от дождя и вообще него вот на мой взгляд это та же самая шестерка которые добавили еще передний привод кинули блокировку отрезали жопу и с жопы запаску закинули под под капот в чем разница ну да двигатель там чуть мощнее все все остальное даже запах в салоне тот же потолок тот же обшивки салона те же размер багажника тут еще должно быть вот это сидение это я просто взял на природу чтобы мы на природе потусовались отдохнули пока будем это все записывать сидение это я выкидываю там должно еще стоять сиденье которое складывается вперед но за счет того что я поставил туда вот эти вот с электрическими регулировками его можно туда поставить но сидеть будет уже немножко неудобно надо быть немножко переднее сиденье отодвигать все это делается но мне задние сиденья не нужны вообще и теперь получается здесь расстояние где-то метр семьдесят до передних сидений от этого места то есть получился такого образа маленький бусик расстояние вот допустим в ниве вы так не сядете вот смотрите у меня рост метр девяносто я могу сидеть полный размер если сдать еще немножко назад то я тут уже тут у меня над головой уже вот такое вот расстояние почему все-таки я обработал ее raptor raptor это то покрытие которое не защищает от сколов raptor это то покрытие которое защищает от царапин допустим ты приехал на природу понятное дело если ты уперся в дерево то конечно твой raptor отвалится и отвалится вместе с твоей бочиной но если ты проезжаешь по каким-то веткам каким-то там незначительным вот этим вот кустам то царапины остаются но когда ты ее моешь царапины уходят и это самое основное почему я выбрал raptor можно было бы конечно нанести какую-то лак ну ты уже понимаешь что ты уже те уже жалко и кота вкус загнать тех жалко и уже в какие-то грязь лезть а сейчас мне эту тачку ну на самом деле ну не жалко и почему когда ее делал я не делал ничего идеально потому что если ты тачку сделал идеально то в дальнейшем те жалко и эксплуатировать есть некоторые ребята которые эти машины там каждый болтик винтик там этими ушными палочками чистят там все эти воздуховоды но они от того и это делает потому что они на них не ездят машину не надо делать идеально потому что это то средство которое подвергается всегда дтп каким-то механическим воздействием и чем лучше ты ее сделаешь тем больше ты будешь одни потом хлопотать и больше больше переживать про эту тачку я могу сказать так что проходимость у нее колоссально полный привод портами то есть постоянно она ездит на заднем приводе потом ты подключаешь при необходимости себе передний привод передние колеса они заблокированы то есть одно не крутится относительно 2 они заблокированы и в этот момент когда ты едешь к примеру по асфальту на нем двигаться нельзя потому что в этот момент повышенная нагрузка на механизм полного привода и повышенная нагрузка на резину она начинает стираться и поэтому те люди которые ездят зимой на полном приводе а некоторые есть которые еще ездят и не зим не только зимой на полном приводе вы очень сильно рискуете есть такие случаи как у нас один товарищ рассказывал в сервисе один поехал в минск на машине включил полный привод доехал до минска и все полный привод у него от хлебнул так что такой полный привод нужен только там где есть грязь и где у колес есть возможность проскальзывать и кстати ребят коль пошла такая пьянка мы с нашим партнером дека хотим сделать для вас подарок в нашем инстаграме мы разыграем вот такой вот насос ссылку на него я оставлю в описании чтобы вы знали сколько он стоит потому что если кто-то раз выиграет его кто находится к примеру там владивосток владикавказ короче кто находится далеко от меня мне будет человеку проще переслать деньги чем отсылать сам этот товар если он захочет он может его купить ни в коем случае вот в прошлый раз мы разыгрывали набор шуруповертов ни в коем случае не ведитесь на мошенников я ни с кого не беру деньги за доставку я свяжусь с человеком либо по вайберу либо по ватсапу видео ты посмотришь что я настоящий я посмотрю что ты настоящий ты мне дашь свои данные и я отправлю тебе твой выигрыш по твоему адресу если ты будешь находиться далеко я скину деньги на карту ни в коем случае я еще раз говорю не ведитесь на мошенников потому что в прошлый раз специально создавались левые контакты и задалбливали людей тем что скиньте деньги нам за доставку никакой доставки я все беру на себя и так ребята если это видео было полезно а полезно она будет вам навряд ли подписывайтесь и делайте репосты ставьте лайки и так далее и тому подобное всем ребята удачи всем развитие и всем найдите в себе силы на то чтобы не ездить на него х ездить на хороших автомобилях но те ребята кто ездят на него вы реально мужики с остальными яйцами я вам отвечаю пока